Надо положить теплые носки, перчатки, не забыть про лекарства и вкусные презенты. Учителя девятой школы бережно сортируют посылки для своих бывших учеников, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Все ребята, которые сейчас там, за нас, они все прошли через наши руки. Мы их хорошо знаем, помним. И для нас было важно в это тяжелое время узнать, где они. И мы очень гордимся ими. И хотелось бы сказать, что воспитание, которое дали мы, им помогли стать людьми, помогло им осознать разницу между понятием воинской обязанности и воинский долг. Учителя совместно с Советом территориального общественного самоуправления микрорайонов 6, 7 и 8 собрали именные посылки для девяти выпускников школы номер 9. Положили туда теплые вещи, медикаменты и сладости. Подошла учитель «Бывшая история». Мы с ней посидели со списками, она сразу же кого-то узнала, прослезилась. И в результате мы набрали девять человек. Девять мобилизованных, которые на сегодняшний день находятся в зоне СВО. А еще учителя и учащиеся написали солдатам трогательные письма, в которых рассказали о том, что нового происходит в школе. Поблагодарили за защиту Родины и пожелали скорейшего возвращения домой. Мы посылки довозили, да, лично в руки выдавали бойцам определенные, которые указаны у нас, координаты их, полностью уже информация про них у нас есть. Мы лично связывались с командирами их частей, начальникам штабов. Все это подтверждение есть, будет лично передаваться им, лично в руки. Совсем скоро именные посылки отправятся в зону боевых действий. Но вообще организаторы надеются, что такую же идею подхватят и другие школы, для того, чтобы поддержать своих выпускников прошлых лет. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР.